В технологическом колледже откроется новая специальность оказания социальных услуг. Освоить профессию можно после 11 классов. Программа рассчитана на год. Форма обучения – бюджетная, вечерняя. В группу наберут 20 человек. Зачисление пройдет по конкурсу аттестата. Иногородних обеспечат общежитием. В 2023 году для получения среднего специального образования на базе 9 классов, дневная форма обучения. Можно выбрать специальность производства швейных изделий. Квалификация – техник-технолог. С получением рабочей квалификации – швея портной. Отдельным конкурсом идет зачисление абитуриентов на условиях целевой подготовки. В колледже научатся сдавать буквально любую одежду – от платьев до брючных костюмов. За три года учащиеся постигают дополнительное и парикмахерское искусство. Делают модельные стрижки, сложное окрашивание и стильные прически. Бессмертной классикой остаются у нас разноплановые локоны. И наши учащиеся данного заведения – парикмахеры. Справляются с ними очень хорошо. Также в тренде разноплановые пучки. Один из самых трендовых пучков – это сейчас простой пучок петля. С этого года освоить сразу две профессии. Можно и в торгово-экономическом колледже. Повар-продавец. Раньше получали только одну специальность. Здесь учат готовить изысканные закуски, фирменные блюда и кондитерские изделия. Плюс рассказывают секреты сервировки стола. Набор – 28 человек. Абитуриенты будут выбирать профессию в соответствии с новым классификатором специальности и квалификации. Так, в старом классификаторе была специальность торговое дело. В обновленной версии ее назвали торговое обслуживание. А специальность «Общественное питание» на данный момент называется «Обслуживание и изготовление продукции в общественном питании». В Беларуси изменились правила приема в СУЗы и ПТУ. Раньше зачисление проходило либо по конкурсу среднего балла аттестата, либо по результатам двух ЦТ. Как, например, на медицинские специальности. Теперь все будет зависеть от первого документа. Местами отменятся и вступительные экзамены. Однако нововведение не коснется спортивно-педагогической деятельности, физической культуры и творческих направлений.